Нашей съемочной группе удалось побывать на территории ДНР, и люди, местные жители рассказывали, что украинские военные специально разрушали колодцы в селах, и говорили, что даже немцы в Великую Отечественную войну такое не делали. Чем руководствуются каратели, поступая так, как они заявляются своим народом, они же считают эту часть территории частью своей Украины? Ну, необходимо четко понимать, что между словами, которые произносят лидеры так называемого Майдана, которые стали теперь государственной властью на Украине, и их реальными делами практически нет никакой связи. Они могут заявлять что угодно, но действовать они не перестают только в одном направлении. Ихняя главная задача навсегда оторвать Украину от России, это первое. Второе, использовать оторванную от России Украину в качестве штыка, направленного в подблющие России, и перенести войну с территорией Украины на территорию России. А для этого необходимо устроить геноцид русского населения, чтобы как можно больше беженцев хлынуло в Россию, озлобленных беженцев. Чтобы одновременно решить две задачи, возложить на Россию тяжкое бремя их содержания, и второе, это создать себе возможность, то есть возможную критическую массу недовольных, озлобленных, все потерявших людей. Для этого идеально подходит именно разрушение объектов инфраструктуры, промышленных предприятий. То есть люди одновременно лишаются среды, в которой они живут, и мест, где они могут заработать на хлеб. Идеальный способ для того, чтобы население ушло само, и не надо его убивать. И надо еще учесть, что, допустим, линейные подразделения, какой-нибудь там пехоты, им задачи, но уничтожение заводов, фабрика, колодцев обычно не ставится. А артиллеристы, которые ведут огонь из-за много километров от места, куда попадают снаряды, они не знают, какие цели им поставили офицеры. И выполняют свои обязанности, абсолютно не задумываясь ни на чем. Они думают, что стреляют по сепаратистам. А в таком случае, какие соединения занимаются именно карательными операциями, и из кого они состоят? Это украинцы, может быть, не дай бог русские, или иностранные наемники? Всякой твари по паре, на самом деле. То есть, есть и сведомые украинцы, западенцы или выходцы из центральных районов Украины. Есть и русские, как наемники, так и оболваненные пропаганды. Я уже говорил, что люди реально зомбированы. То есть, видимо, идет конкретное нейролингвистическое программирование, которое воздействует просто на мозг людей. Потому что люди выглядят как зомби и не способны воспринимать никаких аргументов, противоречащих установке, которая им дана. Есть даже так называемые волонтеры из России, то есть представители ультраправых российских организаций, таких как футбольный Ультрас или некоторые родноверы. Хотя среди ополченцев тоже достаточно добровольцев родноверы со стороны России. То есть, мы имеем все признаки классической гражданской войны, когда с обоих сторон сражаются братья и представители всех взглядов войны нового типа. Потому что в этой войне нет какой-то идеологии именно социальной. Идет война национальная, но при этом сражаются люди одной нации. Договорить о том, что украинцы это не русские, то есть, на мой взгляд, вообще невозможно. Но в данном случае именно две трети украинских солдат это русские, даже этнические, по культуре, по языку, по тому, как они мыслят. Каратели таким образом тоже так же разношерстны, как вся украинская армия. В основном, если говорить о подразделениях, это, конечно, батальоны нацгвардии, причем не все. То есть, некоторые батальоны территориальные сформированы были чисто для охраны своих местностей под этим флагом. А потом, без всякого уведомления, брошено на Донбасс, когда надо было затыкать дыры в рвущемся фронте. Но есть такие подразделения, как Азов, которые сражаются под нацистскими рунами, конкретно под нацистскими рунами, которые носят на знаменах черное солнце, сатанинское. Есть чисто подразделения правого сектора, которые не стесняются выкидывать руки в нацистском приветствии при любом удобном и неудобном случае. Именно они являются основными карательными подразделениями, именно они участвуют в наиболее жестких зачистках, именно они являются не на словах, а фактически за градотрядами, которые не позволяют нестойким с точки зрения власти и украинским частям оставлять фронт или отступать под нацистском ополчении. Я готов участвовать в защите своего народа так, как я участвовал до этого, и с оружием в руках, и если это потребуется при внешней агрессии, и без оружия. Я готов в любом виде участвовать в защите своего народа. Что же касается защищать именно здесь, в России, то, как я уже сказал в своем заявлении, у нас есть некоторые планы, но огласить их я смогу только через какое-то время, может быть через неделю-две. Продолжение следует...